Если вы считаете, что вот наконец наступил тот час, когда вы можете легко и просто, не прикладывая каких-либо титанических усилий, просто питаясь от пуза, насытить свой организм витаминами, вы глубоко ошибаетесь. Вы знаете, мышцы накачать значительно проще в тренажерном зале, чем наполнить ваш организм в сезон витаминами, тем более на круглый год. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете 8 обязательных условий, без которых витамины не то что не накапливаются, не усваиваются в вашем организме, причем в любое время года. Вы также узнаете, почему питание витаминами в таблетках далеко не панацея и не альтернатива правильному питанию. А также узнаете, что делать сейчас, если вы были, мягко выражаясь, не готовы к такому повороту событий. Итак, фактор первый. Размер имеет значение. Но размер не плода, а размер порции. Вот те самые две плотно сомтых ладошки или для взрослого человека примерно стакан витаминов в виде фруктов или ягод каких-то на один прием пищи. Это предельная доза. Знаете, почему предельная? Почему эта мерка существует? Откуда она взялась? Кто придумал ограничить вас в сезон вот этой мелкой меркой? Все очень просто. Здоровая печень вырабатывает белки-переносчики, которые витамины, всосавшиеся, попавшие в стенку кишечника, прикрепляются к ним эти белки-переносчики и попадают в кровь. Дальше они идут к печени. Хорошая печень, видя, что в крови есть витамины, накапливается у себя. Если в крови витаминов нет, она пропускает их дальше на работу в вашей клетке. Индикатор того, что вам хорошо, да, повысилась работоспособность, да, улучшилось как-то общее самочувствие. Но! Только когда вы питаетесь вот таким маленьким объемом. Ну, вы знаете, был классный фильм, он есть в интернете, можете его посмотреть, спортлото-82, великолепный фильм. Помните? Про помехи в двигателе. Оказались, не двигатель шумит. Витамины шумят в кишечнике. Но актер был не совсем прав. Витамины шуметь не могут. Шумят совершенно иные ситуации. Когда пищи вы съели чрезмерное количество, не смогли ее переварить и усвоить. Патогенные бактерии, которые сидели в кишечнике и ждали этого часа тоже. Они тоже ждут лето, чтобы хорошо попитаться за ваш счет. И они начинают кушать. Обильное газообразование дает, в конце концов, и урчание в животе. И все это слышат, и вы это слышите. И возникает очень интересная ситуация. Вкладывая неправильно витамины в свой организм, вы раскармливаете плохих бактерий и активируете дисбактериоз кишечника. И с этого времени вы не плюс получаете по здоровью, а минус. Посмотрите видео, наберите на моем канале дисбактериоз кишечника. Посмотрите, чем заканчивается, чем грозит вам такое неправильное отношение к витаминам в сезон. Подписчики наверняка это просмотрели. Кто не подписался еще, подпишитесь. Очень интересное видео, очень показательное. Вы поймете, что размер все-таки имеет значение, имеет значение для вашего здоровья. Потому что вы вложили в кишечник витамины, раскормили плохих бактерий, получили кучу токсинов и сокращение своей жизни. Поэтому так питаться нельзя. Но я вас прекрасно понимаю. Вы смотрите в окружающую среду, где витаминов полно, а доктор вам говорит вот. Хотите получить больше, не вопрос. Фактор 2. Частота приемов пищи. Вы можете кушать каждый час-полтора, по такой порции будете получать только пользу. Только постепенно переходите на такой рацион питания. Микрофлора кишечника должна постепенно активироваться, чтобы не было обострений дисбактериоза. Потому что вы легко можете через дисфункцию кишечника попасть на какие-то простудные явления. Потому что проснутся те очаги хронической инфекции, которые в вашем организме до этого дремали. И вы вместо того, чтобы летом отдыхать и оздоравливаться, насыщать свой организм витаминами, проведете какое-то время на больничной койке. Поэтому так питаться нельзя. А частота приемов пищи не вопрос. Объем остался прежний, стакан. А частота увеличилась. Но! Тут вы должны понимать, что питаясь таким образом, насыщая свой организм витаминами, питаясь в основном растительной пищей, вы попадаете на систему питания под названием сыроедение или жесткое вегетарианство. И эти системы питания великолепно поддерживают ваше здоровье, больше того, берегут вашу жизнь, в случае, если температура окружающей среды выше 34 градусов по Цельсию. Почему именно так? Ну, все очень просто. Это температура кожи. При температуре более высокой, ваша кожа не может испарять воду и вы не можете охлаждаться. А перегревание или тепловой удар в этих условиях при неправильном питании легко заработать. Поэтому сыроедение, жесткое вегетарианство, они логичны при такой температуре окружающей среды. Но! Очень важно знать, как правильно питаться, для того, чтобы не нарушалась работа печени. Потому что, опять-таки, от нее все равно это будет все зависеть. Поэтому вы можете просмотреть видео работы печени, вы поймете, что нужно делать. Для того, чтобы в этих условиях печень работала хорошо и выполняла свои функции. Но я понимаю вас, если температура выше 34 градусов, вы зададите вопрос, а если меньше? Если меньше, тогда вам нужна немножко другая еда. И фактически ягоды, фрукты вы можете уже использовать как оператив. Это третий фактор правильного питания. Вы уменьшаете объем пищи примерно на половину, на треть. А после этого идет та еда, которая логична при той температуре, которая есть в окружающей среде. И как правильно питаться, вы можете тоже такие видео найти на моем канале. Чтобы я вам не надоедал, подпишитесь. Вы просмотрите 500 видео, вы знаете, много можно найти на моем канале. Про правильное питание и про правильное отношение к своему здоровью, чтобы достичь активной долголетия. Четвертый фактор. Да, конечно, восточная медицина говорит о том, что твердую пищу нужно пить. А соответственно, вы должны всю пищу жевать. Причем жевать не просто, а жевать активно до кашицеобразного состояния. Тут вы получаете несколько бонусов. Ну, во-первых, все витамины, которые вы хотите получить сегодня, они находятся не просто в плодах. И вот по факту употребления вы теперь витамины получите, ничего подобного. Они находятся внутри растительных клеток. И для того, чтобы их добыть, восточная медицина говорит жевать. Но здесь возникает еще один вопрос. Жевать-то жевать, но жевать далеко не все можно. Потому что, если вы жуете фрукты и ягоды, а там содержатся органические кислоты, которые очень любят кальций. Они связываются с кальцием эмали. И чем дольше вы жуете фрукты или ягоды, тем вероятнее встреча с любимым стоматологом. Потому что у него появится тоже работа. И многие попадают, к сожалению, в ситуацию, когда они понимают, да, вот кислая черная смородина, ее жевать не стоит, потому что там кислота есть. А сладкий абрикос, например, можно жевать спокойно. Сладкий абрикос содержит точно такие же кислоты. Ну, немножко другие по составу, но в принципе они тоже есть. Потому что, чтобы в плоду плод набрал углеводы, перед этим в плодах синтезируются органические кислоты. Они предшественники. И вкус, кислый или сладкий, зависит от соотношения. В кислых плодах больше органических кислот, меньше сахаров. А в сладких плодах чуть наоборот. Но кислоты все равно есть. И работа стоматологу добавится, если вы будете просто самостоятельно жевать. Поэтому тут можно немножко модифицировать. Можно отдать приоритет по жеванию кому-то другому. Да, есть соковыжималки, есть блендеры, есть миксеры. То есть вы можете измельчить фрукты, либо овощи. Получите там суп-пюре, получите какой-то сок с мякотью. Великолепная польза для вашего здоровья. Вроде как, да. Вроде как все прекрасно. Вот самый лучший способ питаться сейчас. Но, все-таки жевать было бы лучше. По той простой причине, что полезные вещества находятся внутри растительных клеток. А снаружи все растительные продукты, они растут, ну мягко выражаясь, не в стерильных условиях. И на поверхности лежат патогенные бактерии, лежат яйца паразитов. И процессом жевания вы могли их, в принципе, частично уничтожить и уменьшить такую нагрузку на свой организм. Потому что, когда вы, в принципе, употребляете сырую растительную пищу, вы рискуете пищевыми отравлениями. Вы рискуете фактически тем, что вы летом витаминизировали свой организм. А осенью вынуждены принимать препараты от паразитов, лечить глистов различных, простейших. Потому что они без такого барьера, который в полости рта есть, великолепно проникают в ваш организм и могут вредить вашему здоровью. Кстати, такие видео про паразитов тоже есть на моем канале. Не вопрос, посмотрите. Есть видео с картинками, там вы можете увидеть фактически паразитов в натуральную величину. Ну, правда, вне вашего организма, и вы поймете, что все-таки нужно каким-то образом обрабатывать растительную пищу. Если вы не можете жевать, тогда появляется фактор пятый правильного употребления растительной пищи. Это термообработка. Я вас прекрасно понимаю, что многие боятся ее буквально как огня. Но вы знаете, этот огонь очень благоприятен. Потому что он, во-первых, дезинфицирует вашу пищу. Вы уничтожаете тех бактерий, которые находились на поверхности. Вы уничтожаете яйца паразитов. Потому что они удаляются только высокой температурой и великолепно хранятся в морозилке. До того момента, пока они попадут в организм человека и начнут там размножаться. Поэтому термообработка нужна. И вы должны просто понимать, что витамины, да, разрушаются при термообработке. Но не все витамины и не на 100%. Далеко не на 100%. Да, вы потеряете несколько десятков процентов витаминов. Но зато сколько пищи вы сможете съесть безопасно в этот период года. Поэтому тут небольшой минус потери витаминов перекрывается плюсом по более полноценному усвоению. И вы получаете великолепный плюс. Потому что витаминов в этот период года много. И в принципе небольшая потеря не имеет существенного значения. А термообработка может быть любой. Можете варить, можете бланшировать, можете тушить, можете запекать. Любая легкая термообработка адекватная. Скажем, зелень обрабатывать можно меньше. А плоды, скажем, корнеплоды дольше. То есть вы должны просто понимать, что тут адекватность имеет значение. И те витамины, которые там были, полноценно будут вашими. Но этим путем вы можете еще одну проблему решить. Потому что сырая растительная пища это так или иначе все равно обострение дисбактериоза кишечника. А термическая обработка как раз лишает патогенных бактерий возможности шалить в вашем организме. И такие видео тоже есть на моем канале. Вы можете легко просмотреть. Потому что дисбактериоз съедает не менее 30% вашей жизни. Если вы не знаете, что с этим делать. Это очень такая интересная ситуация. Больше того, многие считают, что дисбактериоз только в кишечнике. В кишечнике корень дисбактериоза находится. А проблема может быть значительно шире. Она может отражаться в состоянии органов дыхания, кожи, мочеполовой системы. Другие барьеры тоже очень зависимы от состояния кишечника. Поэтому очень важно. Шестой фактор. Дисбактериоза кишечника не должно быть. Вы должны с ним знать, как правильно справляться. Опять-таки правильным питанием. Фактор седьмой. Хорошая работа печени. Ну, вы знаете, это имеет громадное значение. На всех этапах. Почему? Потому что перенос витаминов в ваш организм зависит от тех белков, которые вырабатываются в печени. Накопление зависит от тех белков, которые фактически вырабатываются в печени. И состояние печени, то есть отсутствие гепатита, жирового гепатоза, стеатогепатита, говорит о том, что может ваша печень накапливать витамины на достаточно приличное время. В среднем это 3-6 месяцев. То есть до весны ваша печень накопит витамины и вы будете, ну, в принципе, в хорошем боеспособном состоянии. Если ваша печень не способна это сделать, у вас есть индикатор, я вам скажу. Да, у вас высокая работоспособность, если печень хорошая, должна сохраняться круглый год. Если же нет, если у вас с осени начинает падать, зимой снижается более существенно, вы должны понимать, что печень ваша не может обеспечивать активный обмен веществ в вашем организме. Она не самая лучшая. Если вы попадаете регулярно в депрессии, или у вас есть наоборот раздражительная слабость, или даже агрессия, вы должны понимать, что это ваш мозг оценивает состояние крови, понимая, что очень мало там полезных веществ для его работы. Вы также должны понимать, что обострение хронических заболеваний, весной, осенью, неважно когда, это тоже индикатор того, что ваша печень не могла обеспечить обмен веществ на полноценном уровне. Обострение ОРЗ, не путать с ОРВИ. ОРЗ это чаще всего обострение очага хронической инфекции, которая есть в вашем организме. И у вас, вашей иммунной семьи не хватает сил с ним справиться, поэтому они периодически о себе дают знать. ОРВИ, конечно, да, тут новая вирусная инфекция зашла, да, вы должны ее правильно сопровождать в острую фазу и способствовать выработке иммунитета. Если у вас вирусная инфекция заканчивается в первые 3-4 дня, все прекрасно. Если у вас чрезмерная температура, там за 39 ползет. Если у вас вирусные инфекции растягиваются на недели, я говорю уже про месяцы, вы должны понимать, что обмен веществ в вашем организме идет не самым лучшим образом. И накопление витаминов вы в предыдущий сезон произвести не смогли. Также индикатор того, что плохо работает печень и не сможет помочь вам накопить эти витамины, обычная банальная ВСД. То есть, ветос суистодистония. И не важно, у вас холодные руки, холодные ноги, темные круги под глазами. Это не имеет большого значения, потому что, в принципе, любое проявление, включая венозные сеточки, варикозы, целлюлиты, это все говорит о том, что ваша печень не в самом лучшем состоянии. И вам нужно улучшать ее работу, для того, чтобы, в принципе, получать витамины, накапливать их, и они чтобы обеспечивали активный обмен веществ в вашем организме. Поэтому фактор седьмой, хорошая работа печени, имеет огромное значение. Летом еще один фактор. Есть специфический витамин, витамин Д, который накапливается в организме, и фактически зависит от солнца. Но! Вот для этого витамина интересная ситуация. Вы, для того, чтобы накопить витамин Д, должны находиться на рассеянном солнечном свету. Вот тогда витамин Д реально накапливается. Стоит вам хорошенько позагорать. Загар – это защитная реакция организма вашего на ультрафиолетовое облучение, которое щитом становится на вашем теле и не дает образовываться витамину Д. Поэтому, ну, это парадокс для многих, наверное, открытие может быть. Но чем интенсивнее загар у вас, тем меньше витамина Д в вашем организме. Поэтому думайте, как загорать. Правильно? Потому что кроме дефицита витамина Д, связанных с этим заболеванием, там, остеопороз, проблемы суставов, снижение работоспособности, можно еще и рак кожи заработать. Это тоже серьезная проблема. Вот вы должны это просто понимать. Ну, я думаю, что многие из вас теперь мотивированы на таблетки. Может быть, зачем вот так проще сертифицированные таблетки будем питаться таблетками? Должен вас опять-таки разочаровать. Альтернативы правильному питанию, ну, я не знаю, я не вижу ее. Даже если вы ведете активный образ жизни, даже если вы занимаетесь спортом, фитнесом активно, круглый год. Все-таки витамины в таблетках – это синтетика. И они по большому счету имитируют. Да, попал витамин в химическая формула одна и та же, вроде как должно быть хорошо. Но ваш организм синтетику понимает. И вы понимаете, что лучше съесть какое-то яблоко, чем синтетические витамины. Потому что, по большому счету, организм начинает избавляться от этих витаминов. А вы, плотая витамины в таблетках, меньше употребляете растительной пищи. Зачем? Вы же употребили вот так. Но, вы знаете, шведы исследовали этот вопрос на десятках тысяч людей, которые систематически употребляют синтетические витамины. Результат очень интересный. Все понимают, что да, образ жизни сегодня активен, экология не самая лучшая. Нужны антиоксиданты. Они исследовали влияние антиоксидантов синтетических витаминов А, Е, С и микроэлементов селена на продолжительность жизни. Оказалось, что синтетический селен, который есть в принципе в чесноке, в луке, в других продуктах, он не влиял на продолжительность жизни людей, которые использовали его в таблетированном виде, в виде синтетических каких-то соединений. А вот витамины А, Е и С изменяли продолжительность жизни, но срок от 7 до 14 лет сокращали ее продолжительность. Поэтому вы должны понимать, что не замените вы таблеткой овощи, фрукты, которые в принципе в сезон есть, и главное их просто понимать, как ими правильно пользоваться. И все, вопросов-то нет. То есть, самое главное в этом. Поэтому, что делать? Вы знаете, просмотрите видео сначала. Все-таки режим, рацион, правильное питание растительной пищи даст вам возможность больше накопить в своем организме витаминов, микроэлементов. И не накопить в нем патогенных бактерий не размножить, не накопить там каких-то паразитов, глистов простейших. Чтобы ваш уровень здоровья не просто летом, когда массово идут витамины, был хорош, но и осенью сохранилась высокая работоспособность. Зимой не было падения иммунитета. И вы не думали, как же нам пройти вот этот очередной сезон гриппа, простуд. Ну, а заодно иметь высокую работоспособность без ухода в депрессию, в агрессию, в другие какие-то изменения. Чтобы ваша ВСД не обострялась. Поэтому, все-таки, на мой взгляд, альтернативы нет. Но размер все-таки имеет значение. Поэтому режим, рацион питания регулируйте в соответствии с теми, с той информацией, которую я вам дал. Вот, а если хотите больше, не вопрос, смотрите другие видео на моем канале. А это видео буду заканчивать с привычными многим словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И подумаю, что еще написать на эту тему. Продолжение следует...